БОЛКОМА Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь. Это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Олег Пеков в студии. И, конечно же, напротив меня сидит врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Добрый день. Добрый день. Мы, как всегда, встречаемся по понедельникам, когда начинается новый цикл недели. Может быть, у кого-то это вызывает ощущение дежавю. Вот буквально выходные пролетели, совершенно не заметив их. И снова рабочая неделя. Мы, как белки в колесе, крутимся и повторяем этот еженедельный цикл. А потом еще и ежегодный. Кажется, что и жизнь проходит. И все как бы повторяется. Ночь в фонарь аптека. Вот как бороться с каким-то унынием, на которое у нас наталкивает вот такие мысли о цикличности, о каком-то таком беге времени скоротечном? Об этом, я понимаю, сегодня мы и поговорим. Ну, вообще-то задуматься. То самое однообразие, на которое мы жалуемся, это то, что долгое время было мечтой человечества. Ну, давайте вспомним классическое, китайское, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. То есть, перемены-то плохо, это пугает. И, скорее всего, это перемены к худшему. И вопрос, что лучше, некая загадочная перемена или предсказуемое, значит, наверное, безопасное будущее. Или мы вспоминаем известную фразу из советского фильма «Счастье, когда утром ты уходишь на работу, а вечером возвращаешься домой». Тоже всё максимально предсказуемо. И наоборот, люди, которые искали неких приключений, событий, всегда назывались словом «авантюристы». Такое слово подразумевающее некие приключения, но оно всё-таки немножко негативным оттенчика. Человек называют авантюрист, в этом есть некая настороженность. Человек, с которого нельзя ждать ничего хорошего. И, наверное, я понимаю, мечта о повседневности, когда один день похож на другой, это с древних времён залог безопасности человека. То есть, знаешь, что завтрашний день будет такой, как был вчерашний, позавчерашний, а послезавтрашний будет такой же. В этом есть определённая безопасность, прогнозируемость. То есть, если ты живёшь в каком-то городе или деревне, это значит, что на твой город не обрушится эпидемия, нашествие захватчиков, не обрушится голод, ещё какое-нибудь стихийное бедствие. То есть, с этим как-то спокойно. И, более того, вот любой человек, который регулярно ездит, допустим, на работу по одному и тому же маршруту, независимо, ездит он в машине или ездит он в троллейбусе, нынче едет на велосипеде. Я думаю, что все замечали, что если ты едешь по привычному маршруту, то у тебя какой-то кусок выпадает. Ты впадаешь в определённый транс, и это касается и водителей машин в том числе. Глаза привычно фиксируют дорожные знаки и светофоры, а мысли где-то в другом месте. Ты едешь, ты о чём-то думаешь, и не успел уже оглянуться, как ты приехал на работу. И так же примерно дорога назад. Кстати, многие люди замечают, что ты едешь в какое-нибудь дальнее путешествие на машине, ну, много часов ехать куда-то, потом обратно. Обратная дорога всегда кажется короче, потому что она уже тоже предсказуема, она уже понятна. И не едешь из принципа объездными путями. И вот это, я думаю, это старый-старый защитный механизм. У программистов, по-моему, тоже есть такая присказка, если программа работает, не надо, в ней ничего менять. Работает и работает. А если есть, ну, это вот, не будет лихо, пока оно тихо, классическое. То есть, если есть предсказуемость, это, очевидно, синоним слова «безопасность». Это синоним слово «безопасность», за что мы держимся изо всех сил. Но обратная сторона всего этого – это бесконечные… Вот то, что слышишь от многих людей, это скучно. И жизнь проходит скучно. И день вроде начался, а уже закончился. И однообразие окружающего, с одной стороны, наверное, да. А с другой стороны, если мы присмотримся, ведь тоже создана нами иллюзия. Вокруг нас меняющийся город. Вокруг нас меняющиеся люди. Может, почему не значит, что одни люди меняются на других? А значит, то, что даже люди, которые мы видим постоянно, они меняются. Просто мы этого не замечаем. Видимо, каждый, знаете, говорит, чужие дети растут намного быстрее. Да, буквально просто вот я вчера читал один из рассказов Агаты Кристи. Это какой-то цикл рассказов про человека, который решает другие проблемы. Это не Пуарония Мисс Марпл. И вот там как раз история человека, который приходит жаловаться на то, что ему жутко скучно жить. И вот ему организуют, его просто просят перевести один чемоданчик из одного пункта в другой. И перевозя этот чемоданчик, он даже не знает, что на самом деле он перевозит какие-то секретные документы, за ним начинаются какие-то погони, убийства, страсти, мордасти. И вот это переживание вдруг наполняет его жизнь каким-то смыслом. То есть вдруг он понимает, что он, ради чего там вот он живет, и он получает жуткое моральное удовлетворение. И уже может вернуться опять к жене, к детям, вот к этой скучной жизни, зная, что у него был какой-то момент счастья, вот какого-то вот важного задания и дела. То есть это скорее дня счастья, это может быть какая-то обосмысленность. Ну, это приносило ему удовлетворение, потому что вот он очень страдал от того, что его жизнь, казалось, не имела смысла. И вот таким образом, вот по мнению Агаты Кристи, можно было наполнить его жизнь, окунув его в мир шпионажа, каких-то там заговоров и опасностей. Ну, ведь масса историй. Начнем, для уходя за примерами. Давайте вспомним знаменитую книжку про Хоббита. Хоббит, который жжет в своем домике, курит трубку, вкусно ест, вот к нему приходят приключения, за ним приходят гномы и волшебник. И его, вопреки всем его протестам, выдирают из уютной норки и повседневности. Он отправляется в это странствие и возвращается к совершенно другим человекам. И как по дальнейшей трилогии «Властелин колец», это тоже история становится совершенно другая. Вдруг маленький человек становится чем-то, от чего зависит судьба всего мира. Другой удивительный пример, ведь есть страна, где просто происходила селекция по этому принципу, я имею в виду Северную Америку, куда люди отправлялись. Ну, то есть, вот кто-то даже говорил, что это интересный факт, что ведь для того, чтобы переехать на другой континент, начать жизнь с нуля, бросить все, может быть, даже всех своих родных, с которыми ты больше не увидишься, это нужно было обладать определенным складом характера. И вот американский континент заселяли действительно люди с каким-то определенными чертами характера. Сходила селекция вот этих людей, и это были действительно, население Соединенных Штатов было каким-то особенным из-за этого. Я думаю, что авантюристов было не так много. Ну, у кого-то авантюристы были те самые конкистадоры. И, с одной стороны, это понятно, потому что это были младшие сыновья дворянских семей, которым ничего не светило народнее в плане наследства, или это были преступники, или люди, любящие приключения и так далее. Потом как, или люди с определенными психопатическими чертами, я в какой-то передаче говорил, были исследования новоизвестного американского психиатра, который чилийского или перуанского, который считал, что достаточно высокая часть психических проблем среди населения – это генетика тех самых конкистадоров, которые все это привезли. Иногда люди, ну, чаще-таки люди меняют свою определенность не от хорошей жизни. Среди той же Америки огромная ирландская иммиграция началась с голода. Когда умерло огромное количество ирландцев, люди просто ринулись спасаться. Вообще все, что мы посмотрим, знаменитое великое переселение народов, это все произвело не от хорошей жизни. Люди держались в постоянную безопасную жизнь. Пусть она была очень однообразной, но люди за нее очень держатся. То есть все перемены не от хорошей жизни. Наша жизнь нынешняя, при всем вот, всей истории с ковидом, который принес нам столько всего нового, увы, начиная от самой болезни и кончая бесконечными битвами, массовыми протестами по этому поводу. Но ведь тоже не от хорошей жизни перемены. Тоже происходит что-то иное. Каков еще побочный эффект однообразия? Я очень часто видел среди своих пациентов с зависимостями людей, которые говорят, ну, есть работа, есть дом, работы очень много, дома тоже всегда есть чем заняться. А что еще делать? То есть на помощь приходит обычный или алкоголь, или какие-нибудь другие зависимости, более экзотичные. Но это опять неизбежно. Люди осознанно или бессознательно начинают выламываться из предсказуемости. Это, наверное, не авантюризм – уйти в запой или начать регулярно пить алкоголь, но это тоже своеобразный вызов повседневности, своеобразный вызов этому однообразию. И, наверное, мы все с однообразием боремся, как умеем. Наверное, одна из самых противных черт однообразия, то, о чем вы говорили, – это отсутствие смысла. Мы перестаем ощущать смысл в том, что мы делаем. Люди ходят на работу более или менее любимую, а очень часто терпимую. Хотелось бы что-то поменять, но очень сложно. Люди видят изо дня в день своих близких, и это серость обыденности тоже, что это замыливает глаз. Нам звонят? Нет, я слежу, но на всякий случай я напоминаю телефоны 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, если есть чем поделиться, вы можете позвонить. Да, и вот действительно ведь это какой-то ритуал, там, когда человек встает, у него утро расписано какими-то, вот ест на завтрак одно и то же, там, я не знаю, может быть, хлопья с молоком, вот он или тост делает, целует жену в щеку, садится в машину, едет на работу. То есть это как будто бы происходит изо дня в день и вызывает какое-то ощущение, что, боже мой, неужели так вся жизнь пройдет и ничего не изменится? Некоторые, дай бог, чтобы не изменилось, а некоторые говорят, что это ужасно. И кто-то начинает пускаться в приключения. Опять же, вспомнили литературу, многие начинают с того, что человек вдруг вышел в какое-то приключение, и жизнь его изменилась. К лучшему, к худшему, неважно. Кстати, вот в американских многих детективах, потому что американцы, потому что такая нравственная нация, человек, который сделал что-нибудь такое, предпринял какое-нибудь сомнительное предприятие, отправился встречаться с любовницей, или еще с этого начинается какая-нибудь катастрофа, о чем он в итоге пожалеет и будет долго расхлебывать. Вот Чейз обязательно так вот. Да, Чейз очень нравоучительный писатель. Вот. Какой-то вопрос, что надо со всем этим делать, потому что скука и однообразие, я думаю, что это вовсе, я бы сказал, какой-то патогенный фактор. То есть он неизбежно приводит к каким-то депрессивным состояниям. Он неизбежно, это отсутствие смысла, приводит к накоплению тревоги, к накоплению подавлений. То есть он начинает бессознательно что-то делать, чтобы это все взорвать. Вот был прекрасный фильм «С меня хватит» с Майклом Дугласом в главной роли, где он играет обеспеченного, в общем-то, человека, который живет тоже в таком ритме жизни, и попав однажды в пробку, это вот как спусковой крючок, он вдруг бросает свою дорогую машину, разбивает там, по-моему, стекло. В общем, он начинает вести себя совершенно неадекватно. То есть он сходит с катушек, ну это такой вот триллер, понятно, что там все очень гипертрофировано, все какие-то его и черты. Это, по-моему, фильм с Майклом Дугласом. Да-да-да, с Майклом Дугласом. «С меня хватит». «С меня хватит», да. Да, кстати, в этом фильме человек в итоге приводит к самоуничтожению. Он делает все, чтобы его застрелила полиция. То есть однообразие оказывается для него в буквальном слове убийственным. Ну, как люди всю жизнь боролись с однообразием? Во-первых, с древних времен люди знали, что одно из лекарств однообразия – это праздники. Пусть даже записаны в повседневный календарь. Звонок? Да, у нас звонок. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Два ответа для таких состояний по поводу жизни сурка. Ну, день сурка, да, помню тоже. Первый ответ – это родить четырех детей. Ни один день не будет похож на предыдущий и на следующий. Проверено на себе. А второй ответ – переехать в Латвию. Ни один день сегодняшний не будет похож на завтрашний. И все, жизнь удастся, будет счастье. Спасибо. Наверное, мы живем в разных Латвиях. Я думаю, что в этом плане мало отличается от других стран. А насчет четверых детей, я, соответственно, с вами соглашусь. Дети – это буквально воплощение любви и очень много радости. Но дети, увы, тоже становятся для многих частью повседневности. Встать, разбудить, завтрак отвезти в школу или в садик, забрать из школы или в садик, преследить за уроками и так далее, и так далее. И это, когда мы еще вернемся, хорошо, что в этом упомянули, потому что мы ухитряемся даже из любимых людей сделать зачастую скучную повседневность. Вот это вот повторяющиеся за дня в день истории. Так вот, вернемся. Праздник. Мы же знаем происхождение слова «карнавал». Оно было обычно перед Великим постом «карнавале», в буквальном переводе «прощай мясо». Сначала мы поставили, и уставили себе великий праздник. Карнавал с масками, с различными приключениями. Ношение маски многое позволяло, потому что я в маске. Это уже кто-то совершенно другой, который может себе позволить что-то, и завтра никто не узнает, что это был я. У древних римлян был праздник, по-моему, он назывался Сатурналия, я не уверен точно, где на один или на два дня рабы менялись местами с господами. Где рабы вели себя как господа, они садились за столы, им прислуживали их господа и так далее. Наверное, тоже в этом был глубокий смысл, чтобы никто не воспринимал свой статус как нечто неизменное на всю жизнь. Даже раб мог в какую-то минуту почувствовать себя свободным и, более того, богатым и управляющим кем-то. И даже процветающий человек мог ощутить себя рабом, почувствовать, что его жизнь раз и поменялась. Вот, наверное, перезагрузка чем-то была необходима. Вот все древние обычаи абсолютно не случайны. И я думаю, что это к ним относится. У Пелевина, кстати, вот это про, господи, с улиткой роман, продолжением которого был небольшой рассказ, вот в следующем, уже вышедшем через год в сборнике, вот как бы сюжетная линия, которая не вошла в этот роман, она говорит о том, как очень богатые люди, они тоже страдают именно от скуки, от того, что им приедаются вкусные вина, прекрасная пища и прочие удовольствия богатой жизни. И их, по желанию, их могут окунуть в какой-то жуткий мир арестантов, то есть их там практически вот доставляют и подсаживают в арестантский вагон, где они как будто бы новенькие там проводят сутки с настоящими заключенными, причем это устраивается вот именно как очень дорогой аттракцион, который стоит бешеных денег. И вот после этого они понимают, вот покушав баланду, там пообщавшись с другими людьми вот гораздо ниже социального статуса, для них обычное вино, обычные даже удовольствия начинают доставлять невероятное наслаждение. Тоже работает. Я знаю, что некоторые где-то, по-моему, в Корее или где-то покупали места просто в тюрьме, причем не сидели с обычными заключенными, но просто несколько дней в камере, чтобы почувствовать разницу. В чем основная беда вот этого повседневности и однообразия? Это все-таки, наверное, однообразие или иллюзия, или то, что мы сами себе создаем в тех самых защитных свойствах. Потому что мы живем в меняющемся мире. Он меняется не всегда так, как мы захотим. В этих переменах содержится привкус и тревоги, и страха, и неуверенности в чем-то. Любимая фраза-то была «чувство уверенности в завтрашнем дне». Что мы в нем уверены, надо знать, что он будет похож на сегодняшний, скорее всего, или лучше. Но что эта уверенность задает? Только повторяемость. Только повторяемость одинаковая за чувство уверенности. И мы создаем себе картину мира как чего-то стабильного, как чего-то несокрушимого. Звонок? Да, у нас еще один звонок. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Да, по поводу дня сурка вы разговариваете, правильно? Ну, частично. О повторяемости мира и об однообразии. Об однообразии. Я, знаете, недавно смотрел фильм, довольно интересная идея. Мне показалось, что мы сюда, в этот мир попадаем, сами себя направляя, потому что в том мире мы устали, перестали ценить то, что мы имеем. То есть, если человек потерял мотивацию быть богатым, его отправляют в этот мир, в этот физический мир, чтобы он почувствовал себя богатым и понял, что он хочет к этому стремиться. А если ты, например, богатый, как в том главный герой был в фильме, то из богатого мира его отправляют в бедный мир наш, чтобы он начал ценить то, что имеет. Просто мне идея очень понравилась, чтобы делиться с вами. Спасибо. Все заманчивые идеи с другими мирами, с новыми жизнями, с перерождением. На связи нам сулит, даже если эта жизнь однообразна или неприятна, нам сулит какую-то возможность на перемену в будущем, но уже после смерти. А эту жизнь проживает однообразно. Так вот, эта иллюзия стабильности мира, стабильности мира, в котором ничего не меняется, с этим прекрасно умели справляться люди восточные, в частности, японцы. Вот кто прекрасно научился находить противоядие против этого. И я, кстати, некоторые вещи из этих японских отношений к жизни взял на вооружение, это очень помогает. У них ещё во время века 9-го, 10-го, такая у них эпоха Хаян, очень изысканный, утончённый период философии, живописи, расцвета литературы и так далее. И вот уже тогда появилось ощущение текучести этого мира, его зыбкости, его ненадёжности. И аристократы Хаянской эпохи изобрели такой термин «аваре» или «мононоаваре». «Аваре» – это изначально возглас, который издавали, когда чем-то восхищались. Потом «аваре» стала таким образом, квинтэссенцией вот этого хрупкости момента, который сейчас наступил и вот-вот исчезнет. И как хорошо сформулировал один японист, «аваре» – это когда ты понимаешь, что этот миг очень скоротечен, что он сейчас наступил, вот-вот исчезнет и больше никогда не повторится, поэтому он особенно драгоценен. И вообще это иллюзия. Да и этот миг сам по себе иллюзорен. И вот это ощущение, оно может быть печальным, ощущение этого уходящего времени, оно может быть радостным. Вот ты поймал этот момент, ты им наслаждаешься, и вот ощущение, что он уйдёт, что он уйдёт, что он уйдёт, что он уйдёт, но ты понимаешь, как мало у тебя время, чтобы он насладится, чтобы почувствовать его. Вот это японское любование цветением сакуры – это ведь тоже та же самая история, которая вот-вот облетит. И у тебя очень короткое время на это любование. И дальше, кроме «авары», вот это японское укиёе живописи – тоже текущий мир. Мир, который не стоит на месте, мир, который всё время превращается, уносится с потоком, с ветром, со сменой времён года. Японская поэзия обычно тоже фиксирует какой-то один момент, очень красивый один момент или очень яркое переживание с ним связанное. И вот мне кажется, что это то, что я для себя пробую применять и не без успеха. Смотрите, вот вы, я для себя, ну как я, не я это изобрёл, но у меня есть набор очень простых советов, опробованных на себе. Вот вы выходите в город, в котором вы прожили всю свою жизнь или большую часть. Это тот же город, в котором приезжают туристы, которые по нему бродят, делают фотографии, находят какие-то в нём места с помощью гидов или путеводителей, ещё чего-то. До сих пор гуляю по Старой Риге, по Центру. Я даже сейчас, прожив в этом городе всю свою жизнь, 58 лет скоро, я вдруг нахожу на домах, на старых домах, что-то новое. Какие-то изображения, статуи, какие-то фигуры, лепнину, какие-то очень интересные вещи. И вдруг я удивляюсь, а как? Я этого никогда не замечал. Точно так же вот это то, что у нас происходит с людьми. Наши близкие, наши друзья, у нас замылен глаз. Тем более, что в нашей жизни совместно, потому что тоже есть некие вот ритуалы. Встретились в определённое время, поговорили, выпили, закусили, расстались. А иногда наступает скука, и мы уже не понимаем, зачем встречаться, потому что всё одно и то же. И в то же время наши друзья – это люди, которые меняются. И более того, как ни странно, и как ни печально, и тоже в любой момент могут исчезнуть. Вот неделю назад мы с семьёй всегда ездим в августе в город Велику, где во время войны были расстреляны мы еврейские предки, и с нами ездит семья, два брата. Уже года в год мы регулярно, раз в год мы всё время встречаемся там. И он встретился в этот раз, и через неделю мне написали, что один из братьев умер. Вот только что мы им разговаривали. И вот это случилось, и я понимаю, что я видел его в начале августа, раз в год. Тоже была традиция, мы здоровались, возлагали цветы, молились, говорили о чём-то, и всё. А вот я понимаю, что из моей жизни, надеюсь, ещё много лет здесь, выстрижен кусок. Вот этого человека там больше никогда не будет. Я больше никогда не пожму ему руку, я о многом не успел его спросить, я не успел понять, какой он, и так далее, и так далее. И наши близкие, наши друзья, как вот этот текущий мир, всё очень хрупко. И мы всё это воспринимаем как гарантированное, а зря, потому что эта гарантированность точно такая же иллюзия, как однообразие и стабильность. нет никакой стабильности, нет никакой гарантированности, в любой момент что-то может произойти. И когда ты понимаешь, что нет этой стабильности и гарантированности, ты разговариваешь с человеком, вот опять, город, попробуйте выйти в свой город, так как вы в нём впервые приехали, на один день. У вас есть один день, чтобы в нём прожить. Завтра вы сядете в поезд и уедете куда-то. У вас есть время, чтобы этот город впитать в себя, чтобы идти в то, что вы не замечали. И вы наверняка увидите, что вы не замечали. Вы пойдёте непривычными маршрутами, а даже и привычными. Всё, увидите что-то, если вы очень внимательно вслушаетесь, всмотритесь в этот город, вы найдёте какие-то неожиданные новые вещи. А с новыми вещами приходит чувство, которое несовместимо с однообразием, чувство удивления. Удивление, как это красиво. Удивление, как же я это раньше не замечал. Удивление от того, что сколько же ещё вещей, мест в этом городе, которые я пропустил, а может никогда и не увижу. Это звучит как что-то очень простое, но тем не менее. Выйдите утром в город с мыслью, что я выхожу в новый город и очень ненадолго. А есть, по-моему, даже специальные рекомендации для людей менять маршрут на работу, чтобы не ходить одним и тем же привычным маршрутом. И якобы это удлиняет жизнь, удлиняет остроту памяти. Человек реже теряет какие-то свои навыки с возрастом. Ну, вообще всё новое как-то нам замедляет старение. Потому что однообразие, оно тоже к старению очень близкий родственник. То же самое с людьми. Вы привыкли, ваши друзья, ваши близкие, ваши родственники, которых вы видите раз в сколько-то дней, это одни и те же люди. Что от него ждать ещё нового? И когда всматриваешься в человека, это звучит мрачно. Ну, попробуйте представить, что вы видите его, возможно, в последний раз. Попробуйте представить, что вы, возможно, не знаю, разъедетесь. Или что-то случится. Когда-то раз навек прощаетесь. Да, и вы больше никогда не увидитесь. Попробуйте выйти в ваших разговорах за пределы унылой стабильности. Попробуйте говорить о том, о чём никогда не говорили. Кстати, вот в силу этой... Что обычно происходит, когда кто-то умирает? Почти все говорят, не успел сказать, не успел поговорить. Что-то не успел, что-то осталось непрозвучавшим, невысказанным. Нам всегда как-то неловко приставать к людям, даже к знакомым. С лишними рассказами о себе, классическим формулёвом, зачем нам грузить кого-то своими проблемами. Или с расспросами, что я буду лезть, захочет, сам расскажет и так далее, и так далее. Ну вот, не всегда это работает. Если мы за годы не успеваем ни спросить, ни рассказать, и что-то остаётся непрозвучавшим, что-то остаётся где-то в запас... Знаете, как в музее есть запасники, там есть прекрасная вещь, которую туда годами никто не достаёт. В отношениях тоже есть запасники, и в людях есть запасники, которые никто годами не достаёт, которые уходят мимо нас. Наверное, уже последний звонок. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, интересно, что у людей действительно не всегда знаешь, как... Ну, в общем, короче говоря, у меня сосед, я всегда считала, что он такой нелюдимый, боялась к нему подойти, что-то попросить, помочь там. А потом, как-то раз он шёл, у него руки вот были заняты, я ему дверь придержала. Так он улыбнулся, мне кажется, совсем другой человек. Вот бывают тоже такие интересные случаи. Спасибо. Прекрасный пример, Ларис. Прекрасный пример. Это момент, секунды, ты видишь человека абсолютно другим. И это сосед, это случайный человек. Ведь есть близкие люди. То же самое вот, нам звонил уважаемый слушатель, насчёт четверых детей. Дети, к сожалению, это тоже некая вот повседневность. Мне так много надо всего делать. Уроки всякие, ещё что-то, ещё что-то. Кого-то ты не замечаешь, когда этот ребёнок превращается в подростка, подросток, во взрослого. И вот мне кажется, тоже невероятно важно с родителями, пока они живы, с детьми, с мужьями, с жёнами, с кем угодно, вот вырываться из этой повседневности. Говорить о том, о чём не говори, вглядываться очень внимательно, очень внимательно в то, что изменилось, в мимику, в слушаться в интонации. И поверьте, вы человеке находите вдруг то, чего не замечали. И иногда мы этого боимся, потому что хорошие, спокойные, предсказуемые отношения, как говорят, худой мир лучше доброй ссоры. И иногда же доброй ссоры хуже лучше худого мира, потому что он худой, потому что он плохой, спокойный, унылый и так далее. И вот эта встряска, по-новому взглянуть на города, на людей, на собственный дом, на себя. На самом деле, вот этот источник, это образие, мы сами. И, наверное, с себя стоит начинать, вот удивить себя, найти себе что-то новое. Мне очень нравится цитата, возвращаясь к теме японского текучего мира, он говорит, как груз, всё уплывает, всё исчезает. И сказал, как японский писатель, да, мы уплывём, но весело, как тыква, подскакивающая на речных волнах и уносимая течением вдаль. Вот это ощущение, что скоротечность, хрупкость, неповторяемость жизни изо дня в день, в этом есть столько прелести, которые мы или из лени, или из чувства безопасности не впускаем в свою жизнь. Я сегодня хотел бы всем пожелать, хоть сегодня, хоть через час, хоть завтра, начать искать вот то самое неожиданное, забытое, незамеченное в себе, в людях, в городе. Спасибо большое. Ариэль Лерезник-Мартов, врач-психиатр, психотерапевт. До следующего понедельника. Всего доброго. Праздное день рождения Евгения.